Подписывайся на канал. Йоу, всем привет, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима и я продолжаю проходить игру Фобия Стидинф на Хотел. Так, ну что, ну что, мне здесь осталось последний сделать рывок, это вот она у меня дверь, я все кнопочки зелененькими сделал, я их зажег. В общем, что мне надо, мне нужно выпустить состав подземное помещение номер 3. Состав? Что? Выпустить состав. Какой состав? Тут состава никакого нету. Так, ладно, подойду к ней, попробую сейчас разобраться. Мне нужно использовать компьютер в комнате наблюдения, чтобы открыть эту дверь. Ааа, все, я понял. Наверное, только где эта комната? Наверное, где-то здесь. Так, это она? Походу, да. Ааа, мои документы, защитная дверь, да. Разблокировать вручную. И? Давай, открывайся. Так, да, зелененька загорелась, дверька открылась, все, ништяк. Туда, короче, девочка зашла. Та самая девчонка, которая мне помогала по телефону. Подсказывала, куда, чего, кого, зачем. Пора с ней встретиться и поговорить. Так, что у меня по патронам? По патронам у меня все печально. Есть автомат. Я патроны берег, он много обоим насобирал. Надо применить газ, а где? Сейчас, подожди, я почитаю. Достопочтимый магистр. Ваше отсутствие, священная тропа, продолжила эксперименты согласно заранее очерченному вами плану. Мы верно исполняли ваши указания, стараясь улучшить природу человека. Однако, я не в силах смириться с тем злом, которое я причинил своему сыну Ахиллу. В попытках придерживаться ваших принципов и учений, я сделал своего мальчика мерзкое чудовище. Моя преданность вам и вашим целям непоколебима и неоспорима. Но, увидев, во что превратился Ахилл, я больше не в состоянии жить. Я бреду покоя, зная, что вы, вернувшись, одержите победу там, где я проиграл. Моя... Блин. Моя тропа подошла к концу за принцип свободы воли. Дави. Это тот папка, короче, этого сына. Этого монстрика. Он, значит, у нас... Куркобейнулся немножко, да, получается? Так, давай я сохранюсь сразу. Тут потом проблем не было. Скорее всего, сейчас будет какой-нибудь бой последний. Противогаз обычный взять. А, я его одел, типа, да? И всё, я больше не могу? Один только мне дали, и всё? Ну ладно. А я его... Использовать. Использовать. Но он, скорее всего, уже одет на мне. Потому что у меня вот всё поменялось здесь как-то. Так, вот это я возьму. Пистолетный возьму. Возьму, возьму. Аптечку возьму. Бинтики возьму. Ну да, мне накидывают сейчас много... Всего. Скорее всего, я сейчас буду биться. Ой. Закашлял. Так, газы, бинтики, патроны, фотоаппарат. Так, ну ключ-карта мне, скорее всего, уже не нужна. Я её уберу. И вместо этой ключ-карты я возьму... Возьму. А что мне взять-то? Револьвер, два патрона. Ну, пистон возьму. Пистон, пусть будет. Так, что это такое? Ага. Ага, всё правильно делаю. Так, ещё одна камера должна быть. Вот она. Так, интересно, а насколько мне этого газа по времени хватит? А это что за кнопка? Ага. Так, площадочка есть. Скорее всего, сейчас он отсюда вылезет. Во. А вот он, пацан. Да, кстати, он маску потерял. Так, мне надо... Мне надо... Чё мне надо? Скорее всего, вот это вот крутить. Ух ты. Нифига себе, он машет. Так, хорошо. У меня... А чё ты так разгоняешься-то? Так, мне надо, чтобы ты чуть-чуть присел на коленки. Так, он там разогнался, походу. А как крутить вентили, блядь? Чё за херня? Нифрена себе. А, я за бочки могу прятаться. Хорошо. Так, давай сюда. Да. Ну, кто вон, волны какие-то пускает. Шкала жизни заполнена. И что? Нифига себе. А, а чё мне делать-то? Не пойму. Тут действия никакого нету. Чё за прикол? Чё происходит? Чё ты обеделаешь? Он у меня как тряпку швыряет просто и всё. Ох ты, ни хрена себе. А я не знал, что их взорвать можно. Да что ж ты такой-то разгоняешься-то быстро. Подожди, подожди, подожди. Так, бочки взрываются? Нет. Так. Я вообще не пойму, чё надо делать здесь. Так, ладно, сейчас попробуем его. Я вообще не пойму. Так, ладно, что... И монопатроны вообще пофиг. О, все-таки по нему просто стрелять надо. Да подожди, какая нахрен книжка, давай. Короче, ему просто надо тупо наносить урон. Он становится на коленочке, и тогда пускать газ надо. Но это, в принципе, не сложно. Ага, ништяк. Так. Давай, крути, верти. Так, это его очень сильно ослабило, или нет? Или еще надо газа? Блин, он мне так патрону сейчас закончится. Ага, и что? Все, что ли? Все-таки вор убил меня. Все-таки вор убил меня. Субтитры сделал DimaTorzok Получено достижение О, я в шахту сейчас Да, я же там из-за этого чувака пошел в шахту Собрал эти детальки Для шара И пошел в шахту Он меня проглючило, правда, знатно перед этим Так, задача обновлена Найти, где заканчивается шахта Так, у меня шар на месте Шар на месте, но я его юзнуть не могу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, девчонка. И я буду! Я убью тебя! Что ты чувствуешь? Я чувствую... сильнее. Что за записочка? Обычно противогаз. Ладно, возьму. Так, 20 апреля 2060 год. Так, это будущее. Эмили, просто хочу сказать тебе, ты лучшая, что со мной было за всю жизнь. Пускай мы не одной крови, но всё равно я люблю тебя всем сердцем. Милая моя девочка, я знаю, тебе ненавистна наша с Кристофером работа, но мне нужно, чтобы ты поняла, у нас нет выбора. Как только общий транспортер будет готов, мы с тобой сможем убежать отсюда и навеки быть вместе. С этого дня и впредь мы сможем сами выбирать, что нам делать. За принцип свободы воли. С любовью, РЛ. Кто это РЛ? Да, кто такой РЛ? Так, а мне куда? Направо или налево? Вот там эти вагонетки стоят, я скорее всего не пройду, значит направо. т.к. 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 Пока использовать не могу. Т.к. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, кнопочку не надо нажимать Блядь, а где моя подруга? Где она ходит? Куда она делась? Почему она не придет, не поможет мне? Все-таки она меня кинула Да противогаз сними, уже от него толку нету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выбор это иллюзия Выбора нет Субтитры создавал DimaTorzok Что за био... Что это такое? Какие-то биокапсулы Братан, куда мы ползем? Не смотри вниз Ага О, там девчонка это А кто она такая вообще? Давай кнопку нажми Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Ну допустим, это моя будущая дочь какая-то О, а ты хрен откуда? Что это за хрен вообще с горы? Это по-моему тут... Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok 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 Да кого? Пошел нахрен хрен, я тебя вырублю Ой, а ему походу пофиг Это не то, что должно случиться Ух ты, ни хрена себе, ему вообще насрать Нет, это должно быть ты, это должен быть ты Как ты совершил правую выбору? Как? Прямо Рег隊 Я должен начать우чку на свторых ες чего это типа чё день сурка у меня ну походу да и походу это будет продолжаться со мной бесконечно пока я не сделал выбор за ним ну ништяк ништяк только я так и не понял что это за девчонка у меня предположение есть что это типа якобы моя дочка который которая еще не родилась у меня но будет потому что там 2060 год все дела возможно так а возможно и не так короче мы это не узнаем точно потому что нам об этом никто ничего не сказал но это всего лишь догадки ну в общем в общем игра стоит свечи она довольно таки прикольно интересно со своими загадочками сюжетом в общем если что я рекомендую о время игры 12 часов количество сохранения 47 на ущерб 59 найден документов 78 процентов до головоломок 39 а нихрена сия лох это наверно самый худший результат который может быть 39 процентов адопт головоломок доступна новая игра плюс а чё это значит что там будет различные задачи в игре а что это какая-то типа мыльница так ладно сейчас быстро заездим цветок помню помню а это все это все мои эти же воспоминания которые я находил паева обладатель твердых убеждений и военной подготовки не будь его в гостинице уцелевшие едва ли прожили бы долго он тесно сотрудничал с доктором алейтаном считая себя и остальных выживших единым сплоченным подразделением к сожалению не все здесь разделяли его воззрение его тяготила вина за то что он не сумел спасти всех не говоря уже о том что чтобы спастись самому он жалеет что свой смертный час не сможет попрощаться с родными тут ништяк вот раз-два да блин я тут дохреничь не нашел воспоминаний это у нас чё доктор роджер роджер элейтан замечательный человек оставив дома жену он приехал в трези трильяс изучить неизвестную серьезную инфекцию при всем своем многолетнем опыте он никогда не сталкивался с чем-либо подобным случившемуся в городе его роль для выживания заблокированных гостиницы постояльцев ключевая от него зависит принятие многих решений своей мудростью он обязан не только годам работы медицинской сфере но и большому жизненному опыту а тут вообще просто помни помни а чё помнить непонятно так часики помини часы кристофер в одиночку перебирался из австрии в бразилию желая добиться того к чему уже давно стремились его предки исполненные надежды страха он борется он берется руководить доставшийся ему на по наследству шахты 33 а он учится руководствоваться не эмоциями голосом за разума считая это лучшим способом обрести самостоятельность и независимость те качества что необходимы лидеру за которую готовность последует так понятно только кристофер стал еще той тварью аналекта она она к ли она клета один из последних фанатичных приверженцев священной тропы и кристофера долгие годы посвящая всего себя секте и неуклонно следуя его учению он верит что даже смерть его послужит осуществлению цели всей его жизни пророчества и предсказания кристофера ведомы ему он знает что причин для страха нет всему происходящему есть конкретная заранее просчитанная причина все ради принципа воля понятника это фанатик а это противогаз ахилл сын дави менеса рос обычным мальчиком мечтавшим стать профессиональным спортсменом жизнь его складывалась весьма неплото неплохо до тех пор пока 15 годам не обрушилась что он не обнаружилось что он страдает от редкой прогрессирующей патологии наряду с ухудшением самочувствия мальчика терзала сознание того что его мечты о спортивной карьере не сбудутся это сильно сказывалось на его психическом состоянии вскоре он впал в глубокую депрессию его отец похлопотал о том чтобы священная торпа допустила мальчика терапии с используемой экспериментальных технологий со временем огромной выносливость и очень высокий болевой порог сделали ахилла главным объектом всех проводимых священной тропой опытов как оказалось по иронии судьбы болезнь ахилла стала для него источником невероятной силы так аска матиас опытный шахтер и давний друг кристофера и его семьи он прибыл в лагерь от отборной команды таких же опытных людей по личному приглашению кристофера чтобы принять участие в разработке угольной шахты пусть матиас не слишком красноречив но его отличает большого университета он гордится тем что сразу может понять когда кто лжет кубик рубик ревальда леме суарес трезий трильяски холостяк которому повезло выиграть неделю все включено в гостинице санта дифна динфна да повезло или нет подвеска талантливый инженер-строитель любящая мать трех детей розанна лассер да приехала в трезий трильяс на торжественное открытие одной из своих больших проектов она не собиралась останавливаться гостиницы надолго вышла так что застряла тут не на один месяц розанна играя среди выживших важную роль определяет где среди развалин безопаснее всего где меньше риск дальнейших обрушений расхождение видов лекарда лима знаменитый ученые срывающий покровы таинственные с якобы сверхъестественных срывающий покровы таинственности с якобы сверхъестественных явлений получив от стефани приглашение расследовать загадки трезий трильяс он тотчас хватился за эту возможность полагая что сможет распутать спочку странных событий изданно происходивших в городе кое-какие теоретические объяснения у него есть но на практике ему пока что непонятно что там творится похоже даже науке порой не обойтись без веры как выразился бы сам рекарда все в природе следует одним и тем же четким научным правилам и все что это функция и все что и чтобы все это функционировало необходимо было изучить его провести ряд экспериментов тщательно настроить так что если творится существует он должен быть ученым андерсон ропсон человек оказавшийся не в том месте не в то время понятно так а я не понял а где маска самое главное здесь девочки противогаз чё за хрень почему нету о тут куда ключ нужен но тут скорее всего надо было все вот эти вот штуки собрать чтобы у меня появился ключ по ходу до так это не смотрится тут выхода нету и все действий больше нету ну хорошо больше ничего здесь интересного нет ну прикольно хоть пояснили за эти воспоминания то я вопросом сдавался чё это такое откуда они берутся куда их потом девать просто если воспоминания и все а не видосика никакого воспоминания в картинках нету это хотя бы текст появился ладно на сегодня на сегодня в этой игре я закончу а увидимся уже завтра в следующей игре всем пока